Трагедия столетней давности. Расстрел царской семьи. Император Николай II, императрица Александра Фёдоровна, цесаревич Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, семейный врач Романовых Евгений Боткин и трое слуг были казнены в Екатеринбурге 17 июля 1918 года. Русская православная церковь причислила императорскую чету к лику святых в 2000 году. Хочется пожелать каждому из нас, чтобы мы помнили уроки той кровавой истории, которая произошла сто лет тому назад, когда пришла большевистская система, которая уничтожала и храмы, и монастыри, убивали священников, митрополитов, епископов и вообще просто православного человека. И мы молились сегодня вместе с владыкой Августином, сегодня молились о том, чтобы Господь простил тот грех цареубийства, который совершили наши предки. После богослужения в храме открылась выставка. Четыре стенда с фотографиями и отрывками из дневников и писем членов царской семьи. Как читается один из переводов Севастополя, то наш город переводится как город Августейший, город императорский. Действительно, очень много императоров сделали для Севастополя. Но особая роль принадлежит Николаю II. Он 11 раз посещал наш город. И вот мы часто в советское время не задумывались над наследием этого государя-императора. Почему? Потому что именно под его попечением, так было устроено в императорской России, да и сегодня возводились какие-то очень серьезные, знаковые, крупные объекты для города. Историк-исследователь Вадим Прокопенков привел примеры. Дворец пионеров в Царской России был Романовским институтом физических методов лечения. Севастопольский морской завод адмиралтейством, а Высшее военно-морское инженерное училище – морским корпусом наследного цесаревича Алексея. Многие объекты, в том числе Черноморского флота, были построены в начале 20 века. Государь-император лично курировал их строительство. Береговые защитные батареи, подводный флот, Черноморский флот, авиация – все это было в Севастополе обустроено под попечительством государя-императора Николая II. И, кстати, эти объекты послужили нам при защите обороны Севастополя в Великую Отечественную войну. Выставку в память о трагических событиях 1918 года в Соборе святых царственных страстотерпцев на Красной Горке посетила председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева. Сейчас много дискутируют по поводу того, что скоро будет столетие окончания гражданской войны. Кто прав, кто виноват. Я думаю, что в этой страшной бойне нет правых и виноватых, есть пострадавшие. Поэтому мы вспоминаем всех, кто пострадал. Мы им отдаем дань памяти. В день памяти последнего русского императора Николая II патриарх московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию в храме на Крови, построенном в Екатеринбурге на месте дома Ипатьева, где в ночь на 17 июля была расстреляна семья Романовых. Екатерина Коломеец, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.